Ввиду, что санкции против них уже введены, они уже никуда не въездны, и они никогда в жизни уже туда не попадут, это само собой, потому что все эти люди военные преступники. И они догадываются, что если они туда попадут, то их могут арестовать просто до разбирательства. Поэтому вряд ли им когда-либо суждено посетить цивилизованные страны. Но они смогут ездить в Монголию, скорее всего. В Ланбадере неплохие бутики. Но еще лучше, если бы каждому выдали по одиночной камере, прошли через суд и посидели в этом лет по 30. Знаете, то, что для них наступила другая жизнь, это 300%. Вы видели сегодня эту фотографию, где Меншикова и его директор подписывают, как у них называется, главная контора, которая проводит следствие. Следственный комитет, вот, господи. К ночи я уже стала забывать. Представляете себе Олег Меншиков, который когда-то был кумиром очень многих людей в 90-х, сидит и подписывает с следственным комитетом общий какой-то уговор о том, что они будут вместе сотрудничать. Можете представить себе, до чего докатилась Россия? Олег Меншиков был моим кумиром, надо сказать, благодаря фильму «Покровские ворота», который я бесконечно пересматривал. Чего уж там грешен, как говорится. Я не видел еще этих кадров, про которые мне рассказывают. Я представляю себе, как это ужасно. Но вы знаете, вы очень добрые. Вы сказали, что каждому по отдельной камере. А представьте себе, что посадить их вместе, наоборот. Причем я сейчас не для того, чтобы создавать им какие-то нечеловеческие условия, потому что люди гуманные, все у них будет, туалет, все будет. А представьте себе, как они будут есть друг друга, если их посадить вместе. Ведь это же гораздо интереснее. Ведь они же будут доказывать, кто из них главный петушара здесь. Вот ведь какой будет кайф и наслаждение, а то каждому отдельную камеру. Нет уж, мы посмотрим на эту свору, как они там ток-шоу будут вести у себя на зоне. Это будет содержательно. Но меньше вы меня расстроили. Что ж, «Покровские ворота» смотреть нельзя. Ну вот, Ксения Ларина написала следующее. Я никак не могу оторваться. Все смотрю и смотрю на это фото, как в бездну. Что я испытываю? Бешенство, возмущение, ярость? Нет, я испытываю ужас. Потому что тот самый главный и неконтролируемый экзистенциальный ужас. А тогда по поводу Меншикова пишут. Тут длинный пост был, но то, что это не фейк, это однозначно уже. Да я понимаю. Я просто, ну как это можно слушать? Ну Меншиков, ладно, но он там, может, и не был никогда каким-то большим борцом за свободу и демократию, но он точно никогда не был и с обратной стороны. Никогда не был замечен в каком-то сотрудничестве с властями тоже. Он оказался человеком, который благодаря своему таланту может позволить себе быть в стороне от этой схватки. Такие люди тоже бывают. И мало того, они еще и имеют на это право такими быть. Но если он с кем-то подписывает договор, с кем-то там со следственным... Следственный комитет. Самая гнусная и грязная контора в России. Можете себе представить? Он, типа, добровольный помощник следственного комитета? Я вообще не представляю себе, как это выглядит. Сотрудничество театра, Гермолова и следственного комитета. Это как вообще? Они будут доносы писать или что? В чем будет? Или наоборот, в них будут играть эти из следственного комитета, будут приходить и играть гостевыми актерами, там, не знаю. Сотрудничество театра. Сотрудничество театра. Сотрудничество театра.